Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я сразу почувствовал где-то внутри, что происходит что-то ужасное Мы встретились глазами, и она прошептала слово «Помогите» Мужчина быстро взял сигареты одной рукой, а другой рукой грубо схватил женщину Он нервно крикнул своему приятелю, что нужно идти Мне было всего 19, и я не знал, что делать Я подождал, пока они выйдут за дверь Сунул руку под стойку, нажал тревожную кнопку Примерно через 5-10 минут прибыли полицейские, и я рассказал им, что случилось Они посмотрели видео с камер наблюдения И сказали, что расследуют похищение с описанием того же автомобиля Я показал им направление трассы, в котором скрылись мужчины Все полицейские, кроме того, кому я давал показания, сразу же отправились следом Я так и не узнал, поймали их или нет Каждые вторые выходные во время учебы в университете я возвращался домой и выходил на работу Я работал там со времен старших классов В очередной раз после моего последнего занятия в пятницу Я поехал из кампуса прямо на работу После того, как моя смена закончилась, я вернулся в дом моих родителей Который находился в полной глуши Родителей еще не было дома, когда я вернулся со смены Они часто проводят пятничные и субботние вечера за выпивкой Как будто они были теми, кто учится в университете Была середина осени В доме не было света, а единственный горевший фонарь практически не освещал двор Я въехал на свое обычное парковочное место, вышел из машины А затем повернулся, чтобы открыть заднюю дверь и вытащить свой рюкзак с заднего сидения Тогда я заметил, что свет в ванной был включен Был ли свет включен, когда я приехал? Должно быть, он уже горел, верно? Пока я размышлял о свете и дотягивался до своего рюкзака Как вдруг бледная, озлобленная старая женщина стояла в окне и следила за мной Она была безумно зла на меня, и я чувствовал это на себе Мы стояли и смотрели друг на друга целых десять секунд Когда вдруг родители подъехали к дому и отвлекли меня Когда я повернулся назад, свет все еще горел, но женщина исчезла Два года назад я довольно поздно возвращался домой после семейного сборища И был за рулем уже около двух часов Утром мне нужно было быть на работе, поэтому я не остался на ночь Большая часть пути была по дороге с темными густыми кустами и с деревьями по обе стороны Такие же жуткие, как те, что вы часто видите в фильмах Проехав еще около сорока пяти минут, я почувствовал сильную усталость Я знал, что не протяну долго, но не встретил ни одного места, где мог бы припарковаться и спокойно спать Когда мне стало ясно, что я не смогу найти место для отдыха Моя усталость только усиливалась Я сделал что-то очень сомнительное Съехав на обочину и проехав глубже за деревья Я остановился за густой листвой, подальше от проезжающих мимо машин Я успел мысленно отметить время 11.22 и сразу уснул Через какое-то время меня разбудил царапающий звук Я взглянул на часы 11.50 Звук прекратился через несколько секунд И поскольку я все еще был очень уставшим Я не стал оглядываться по сторонам и снова заснул Позже меня разбудил тот же звук и теперь было 12.40 На этот раз меня это действительно напугало, потому что звук не прекращался В голову пришла мысль, что это просто животное, которое изучает мою машину Но почему оно снова вернулось спустя час после того, как ушло в первый раз? Я посмотрел в зеркало заднего вида И мне удалось мельком увидеть, как что-то убегает в лес Нужно было убираться оттуда Я заметил поворот не более чем в 100 метрах вверх по дороге Подъехав к нему, я увидел припаркованную на обочине машину Деверь со стороны водителя была открыта Я притормозил, чтобы взглянуть, был ли там кто-нибудь Никого не было Затем я посмотрел в зеркало заднего вида Ничего не было видно Как вдруг какой-то мужчина выбегает из-за угла Он начинает кричать, выкрикивая что-то вроде «Эй, эй, ты, выходи из машины!» Я рванул с места и больше никогда не видел его Однажды мне пришлось работать в очень позднюю смену в похоронном бюро Нужно было подготовить тело для прощания, которое пройдет утром Кажется, я закончил работать около полуночи Это произошло зимой Здание сильно замело, и я оказался заперт в похоронном бюро той ночью Так я был вынужден остаться до утра, пока рабочие не придут и не откопают дверь бюро Представьте, насколько чертовски страшно спать Зная, что в подвале под вами лежит 20 трупов Особенно, когда до вас доносятся странные звуки Я студентка и живу в общежитии нашего университета Это старое общежитие с общей ванной и кухней Я живу здесь вот уже два месяца с моей соседкой по комнате И все шло хорошо, пока... Недавно в нашей комнате пока свет Только в нашей комнате Всю прошлую неделю мы пытались отправить заявку в обслуживающую организацию Но сайт по каким-то причинам не давал нам ее разместить Прошлой ночью я проснулась от голоса моей соседки Она стояла в коридоре, дергала за ручку и выкрикнув, что не может открыть дверь своим ключом Она просила меня срочно открыть ей дверь Встав с кровати, спотыкаясь, я сразу пошла к замку Успев окинуть взглядом комнату, направлялась к двери и увидела ее Спящую в ее собственной постели Это всего лишь сон Я посмотрела на свою мирно спящую соседку И уже возвращалась обратно в постель Я повернулась, чтобы залезть в кровать, когда увидела тень под дверью Под дверью оставалось несколько сантиметров до пола Поэтому я наклонилась, чтобы убедиться, что у нашей двери никто не стоит Просто кто-то из соседей на этаже прошел по нашему коридору Когда я наклонилась достаточно, чтобы увидеть, мой взгляд уперся на пару мужских неподвижных ботинок, обращенных к двери Внезапно человек развернулся и спешно ушел Мне оставалось только услышать звук, как открылась и захлопнулась лестничная дверь Я даже не могла включить лампу, потому что свет все еще не работал Я забралась в кровать и сидела там, оцепеневшая от страха Я просидела неподвижно около часа и пыталась объяснить случившееся у себя в голове Чтобы попасть на этаж для девушек, нужно иметь студенческий, одной из тех, кто здесь живет Но они запирают здание каждую ночь в полночь, убедившись, что здесь находятся только студенты и гости Конечно, у нас когда-то были проблемы с бездомными Раньше они спали в подвалах некоторых из наших зданий Но я ясно видела эти ботинки и они были мужскими И я готова поклясться, что слышала голос своей соседки Я ухаживаю за своей умственно отсталой двоюродной сестрой Еще несколько лет назад она могла самостоятельно обходиться Но из-за сильного артрита в коленях и лодыжках за ней нужно было присматривать Обычно я приходил к ней утром, делал завтрак, подносил ходунки, чтобы она смогла дойти до ванной Тем утром, когда я в очередной раз зашел проверить ее, я услышал, что в ванной течет вода Я шел мимо комнаты сестры по дороге в ванную, когда увидел ее Она сидела в своем качающемся кресле в углу Скрипев, кресло медленно качалось взад и вперед А на голову сестры было натянуто одеяло Не оставляй больше кран с водой открытым, ты же все затопишь Я вышел из комнаты и направился закрывать кран, как вдруг увидел в ванную свою сестру, умывающую лицо Я сорвался с места и побежал обратно в комнату, но все, что я смог там найти, одеяло на медленно качающемся кресле Позже сестра удивленно спросила меня, зачем я перерыл ее кровать Я быстро ушел после всего, что произошло Когда я еще был ребенком, мы жили у леса, а с заднего крыльца нашего дома можно было увидеть кладбище Я помню, как однажды в Пасху я проснулся и увидел пасхального кролика Я никому не рассказывал, но позже я обнаружил в доме спрятанное пасхальное яйцо Я не был уверен, было ли это дело рук моих родителей или нет Уже спустя годы, когда я учился в старших классах, я спросил их Вы когда-нибудь наряжались в пасхального кролика и приходили ко мне в комнату? Они ответили, что никогда не стали бы так заморачиваться Но потом моя младшая сестра, с которой отделил свою двухъярусную кровать в ту ночь призналась, что ясно видела, как пасхальный кролик приходил в нашу комнату Я был в ужасе от того, что мы оба помним Мы оба видели в нашей комнате человека, одетого как кролик Все казалось еще более странным, когда я рассказал об этом своим друзьям по школе Так одна из девочек, с которой я жил через дорогу, тоже поделилась своей историей По ее словам, в одну пасхальную ночь она посмотрела в окно и увидела пасхального кролика Он стоял на дороге напротив ее окна и неподвижно смотрел ей прямо в глаза Каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, по моему телу пробегают мурашки Меня до сих пор пугают люди, которые носят этот костюм У меня были очень хорошие родители Моя сестра чутко спала, и они разрешали мне спать в гостиной на диване И, конечно, я не мог не спать до самого рассвета Однажды ночью я проснулся со странным чувством, что-то вроде инстинкта Я резко принял сидячее положение и уставился на окно Стоит упомянуть, что мы жили в южной фермерской части округа штата Джорджии Теперь вы можете представить себе размеры местных деревьев В лунном свете я смог поймать чей-то силуэт, сидящий на дереве, прямо перед моим домом Наша собака бросилась к окну и принялась рычать на стекло В ужасе я побежал прямо в комнату родителей и попытался объяснить им, что там снаружи стоит незнакомец Папа схватил что-то тяжелое, первое, что попалось под руку Я остался один с мамой, вцепившись в ее руки Мы сидели с ней неподвижно Вернувшись, папа сказал, что там никого нет и отправил меня обратно в постель Этой ночью я решил остаться в общей комнате с сестрой Я сразу рассказал ей, что произошло Прошло какое-то время, папа, как и прежде, делал вечерний обход с чашкой кофе в руке Суета ушла, в дом вернулось спокойствие и привычная тишина Кажется, я снова могу заснуть Нет Я уловил движение за окном Там стоял мужчина Он медленно поднес палец к губам, будто приказав мне молчать Развернулся и убежал прочь Все, что вы сейчас услышите, действительно произошло со мной Каждая деталь этой истории и правда Я вырос, играя в бильярд и рвануть из города на все выходные ради участия в турнире было обычным делом Мне с друзьями было около 20 и у нас было туго с деньгами Поэтому перед следующим турниром мы решили поехать в одной машине и снять общий номер в отеле Нам даже удалось найти мужской четырехместный номер Этот парень, Бёрд, едет вместе с нами Я видел его лишь однажды Это матерый здоровяк с каким-то блуждающим взглядом Отпугивающий и пьяный, пожалуй, лучшие слова, чтобы вам его описать Спустя 3-4 часа нашей поездки к турниру Бёрд был уже пьян в стельку И без умолку говорил безумные вещи о своей жене Похоже, они разводятся, и он совсем не был этому рад И вдруг Он начинает вспоминать одну из своих ссор с ней Как он поварил ее на пол Придавил шею ботинком И перерезал ей горло В машине переглянулись Все подумали что-то вроде Да что с ним не так? Как такое вообще можно нести? Мы все вернулись с турнира В следующий понедельник мне позвонили Это были полицейские Твою мать! Они начали задавать мне максимально странные вопросы о Бёрдте Вы не заметили пятен крови на его обуви? Он говорил что-нибудь о своей жене? Опишите его поведение на протяжении выходных Позже я выяснил, что на самом деле произошло Бёрдт убил свою жену в тот четверг А следующим утром садится в мою машину И едет с нами в поездку Та ссора, которую он описал в машине Не была пьяной чушью Он описывал нам, как своими собственными руками Убивал жену Я ехал в машине с убийцей И спал с ним в одной комнате Меня до сих пор мучают кошмары В них я вижу его жену, лежащую в луже крови Одной глубокой ночью в прошлом году в моём доме раздался звонок На моём телефоне была установлена минимальная громкость И я просто продолжил спать, не услышав звонка Вдруг я проснулся сам по себе Что-то меня разбудило Прошло, наверное, около часа после звонка Когда я схватил телефон и взглянул на экран Пропущенный вызов был от неизвестного номера Я продолжил спать, не передав этому значения А через пару часов проснулся снова И увидел целую кучу пропущенных С неизвестного номера было уже точно больше 15 вызовов Этого было достаточно, чтобы я окончательно проснулся Потом я увидел три новых голосовых с этого номера Я начал прослушивать первое сообщение Она была оставлена мужчиной Он мерзко прошептал в трубку Я только что пролез к тебе в дом Через кухонное окно У меня перехватило дыхание А волосы встали дыбом На какое-то время я замер, сидя в кровати И не зная, что делать дальше Я перешёл ко второму сообщению В твоей спальне заперта дверь Я сейчас же набрал номер полиции В моём доме кто-то есть Они начали задавать мне кучу вопросов Но я не смог разобрать ни одного Я был так напуган Я оставался на линии с оператором до тех пор, пока двое полицейских Не прибыли ко мне в дом и не обыскали здесь всё Когда я наконец успокоился и почувствовал себя в безопасности Я позволил полицейским уйти После их ухода я прослушал третье сообщение Я прячусь в твоём доме Прослушав его, я бросился к машине и тут же уехал прочь В ту ночь я остался в доме сестры Следующим утром я вернулся уже с несколькими полицейскими С сестрой и её мужем Мы обыскали всё вдоль и поперёк, но ничего не нашли Никаких признаков проникновения Ничего После той ночи больше не было никаких телефонных звонков Мне пришлось выкнуться с мыслью, что это был обычный ребёнок Пытающийся меня напугать Когда я учился в старших классах, можно сказать, что у меня были психические проблемы Я не буду вдаваться в подробности, но я всё время был в депрессии и часто думал о самоубийстве Мои родители отправили меня в психиатрическую лечебницу для детей Там я подружился с мальчиками, которые были похожи на меня У них были такие же проблемы, и они правда могли понять меня Однажды в наш блог поселили новенького Мы все сразу поняли, что он очень особый случай В свой первый день он напал на другого мальчика, вооружившись сломанной пластмассовой ложкой Его поместили в изолятор и каждый день проводили с ним консультации Вместе с попытками сделать массаж в надежде успокоить его В какой-то момент его выпустили, и он снова смог быть среди остальных В тот день ему впервые разрешили присоединиться к нам Он бесшумно подобрался ко мне сзади, когда я рисовал и искусал мою шею И я не имею в виду прикусил, ведь меня срочно отправили в больничное крыло, где наложили мне 23 шва Меня выпустили из лечебницы раньше, чем его, но каждый божий день, пока я был там, он был рядом Мне было так страшно, он часто смотрел на меня с животной ненавистью в глазах Все, чего он хотел, причинить мне боль и каждому мальчику в этой комнате После того, как меня отпустили, я не слышал о нем больше Мой отец снова женился, когда мне было 7 лет У моей мачехи было трое детей, младший мальчик был еще совсем крохой Старший тоже мальчик Мне он нравился и был всего на 2 года старше меня Средним ребенком была девочка, она была моего возраста Эта девочка, назовем ее Эми, была очень трудной Она была очень, я не шучу, очень злым ребенком Когда наши семьи впервые съехались, я часто просыпался посреди ночи И видел, как Эми стояла в дверном проходе, наблюдая за мной Я не преувеличиваю, она на самом деле проделывала это и пугала меня до чертиков Мой отец поверил мне, и ее наказали Это помогло на какое-то время, и Эми перестала приходить ко мне Но через несколько недель я проснулся от невероятной боли Эми вжимала канцелярскую кнопку мне прямо в лоб Я кричал от боли и плакал, когда взрослые бежали в комнату Конечно, Эми досталась, но не так сильно, как следовало бы Родители все отрицали, полагая, что она просто проявляет ко мне внимание Но я говорю им, что дело не в этом Я уверен, что с ней что-то не так Но родители не слышат меня Ничего не было У нее нет причин злиться на тебя И тем более делать подобное Мне показалось, что отец знал, что здесь скрывается что-то еще Я тщетно пытался расспросить его Я чувствовал, что ее нужно отвезти к доктору Но будучи ребенком, я даже не знал названия таких больниц Просто больница для людей с проблемами Мы жили вдалеке, у грунтовой дороги И иногда по выходным мне приходилось играть с Эми Я все время говорил ей перестать пялиться и не приближаться ко мне Я жил в аду Эта маленькая девочка была сумасшедшей Она говорила только о том, как станет врачом И ей разрешат проводить операции По ее словам, было бы весело резать тела людей И заполнять их полости и артерии битым стеклом с гвоздями Сказать, что я боялся ее, было бы преуменьшением В один из дней я играл в своей комнате Когда она попросила пойти с ней Она хотела мне что-то показать Я последовал за ней до ручья у нашего дома И когда я добрался туда Я почти потерял сознание Она зверски убила кучу уток и сложила их для меня Со всех ног я пустился домой и заплакал Эми сказала, что если я расскажу кому-нибудь Она снова вонзит мне в голову кнопку Мой отец и ее мать в конце концов развелись пару лет спустя И этим воспоминаниям уже много лет Около пяти лет назад я наткнулся на страничку ее мамы в сети Там я узнал, что Эми принудили к лечению в психиатрической лечебнице Сюрприз, сюрприз Несколько лет назад один мой хороший друг Пол Попросил присмотреть за его домом Пол с семьей собирался отправиться в отпуск Который займет пять дней Он попросил меня пожить в их доме Кормить животных и просто убедиться, что в их отсутствии все в порядке В то время у меня не было работы, а он предложил мне хорошие деньги Я нуждался в деньгах и сразу согласился Первые пару дней было отлично и по правде сказать, я даже разлегся У них было джакузи, в котором я зависал и две классные собаки Однако на третью ночь стали происходить странные вещи Я сделал сэндвич на ужин и оставил бардак на столе Или думал, что оставил Час спустя я вернулся на кухню, чтобы поставить все на свои места и заодно захватить пиво Я удивился, но хлеб уже был убран, а горчица и майонез были поставлены обратно в холодильник Я не помнил, чтобы убирал за собой Но я не был в этом уверен В конце концов я просто выкинул это из головы и уснул перед телевизором Когда я проснулся, телевизор был выключен Не только телевизор, но и все освещение в комнате Я окончательно запутался и допустил мысль, что у них водятся призраки или что-то вроде того Потом я отвлекся и уже не думал об этом Остаток дня был совершенно обычным, не происходило ничего паранормального На следующий день я пошел в магазин и, вернувшись, захотел посидеть в джакузи Через некоторое время я вышел и понял, что мое полотенце пропало Я точно помню, как оставил его висеть на том крючке Я пошел в дом, капая повсюду И нашел свое полотенце, накинутым на душевую кабину в ванной Я сразу позвонил Полу и спросил его Часто ли эта странная хрень происходит в их доме И мог ли у них быть призрак Пол ответил, что нет По его словам, они никогда с этим не сталкивались Пол посоветовал спросить у Джона Я спросил, кто еще такой Джон И его ответ меня смутил Джон это муж моей сестры В недоумении я ответил, что никакой Джон не приходил сюда с тех пор, как я здесь От его следующих слов по моему телу побежали мурашки Как же? Ведь он живет в нашем доме Я был так напуган, что не смог разобрать ничего из того, что сказал Пол Я лишь ответил, я ни разу не видел его Зачем вообще было просить меня присматривать за домом, если здесь кто-то живет? Пол объяснил, что Джон инвалид, он не может водить машину и даже по дому передвигается с трудом После его слов я повторил, что никого не видел, что я сильно напуган и хочу убраться из этого дома Пол продолжал говорить что-то, но я просто повесил трубку и побежал наверх паковать вещи Я был на грани Уже через несколько минут я забрал свой хлам и выбежал из дома Пол позвонил мне через два дня, сказав, что Джон тоже никогда не видел меня Несколько лет назад я остался один дома Я смотрел ночное шоу по телевизору в гостиной, когда услышал звонок в дверь Всякий раз услышав дверной звонок, особенно когда меня оставляют одного, я предельно насторожен Я подошел к глазку, не включая свет Так, чтобы никто не смог догадаться, есть ли в доме люди или нет Я посмотрел в глазок Было темно, но я смог разглядеть небольшую фигуру Что-то вроде черной кляксы Не знаю, эта фигура должна быть 3-4 фута размером Она двигалась, напоминая своими движениями танец Опускалась вниз, плавно разводила руками Ее манящие движения напоминали человека с крыльями вместо рук Которые изящно разводят их из стороны в сторону Снаружи было темно, но эта фигура была еще темнее Так что я мог видеть ее очертания Через несколько секунд я откинулся назад Потому что смотреть на это было мучительно страшно Когда я набрался смелости, чтобы взглянуть на это вновь Что бы это ни было, оно ушло Я так и не узнал, что позвонило в мою дверь Но меня трясет только от одной мысли об этом Думаю, нужно начать с предыстории Сейчас мне 21, но когда это произошло, мне было всего 14 лет Я был дома один, не помню почему Но я точно помню, как разговаривал по телефону со своей подругой Когда вдруг услышал шум внизу В замешательстве я встал с кровати и распахнул дверь спальни Я попросил подругу не класть трубку Подошел к лестнице и крикнул «Мам! Пап!» Я правда думал, что услышу ответ, но его не было Тишина Вдруг моя собака на улице начала рычать Я подумал, что это должно быть то, что я услышал в комнате Должен признать, меня всегда пугает ее рычание Но в тот раз оно привело меня в ужас Хотя я был гораздо увереннее, ведь там была моя подруга на другой стороне трубки Я спустился вниз и направился на кухню Повернув за угол, я увидел, что дверь в наш подвал закрыта Я до смерти напугался и просто застыл на месте Когда моя собака увидела меня, она кинулась на стеклянную дверь Изо всех сил пытаясь попасть в дом ко мне Это напугало меня еще сильнее Я подбежал и впустил ее внутрь Она сразу же побежала к двери подвала и зарычала на нее С меня было достаточно Я начал кричать в телефон, что уверен, что там кто-то есть и собираюсь бежать Я выбежал на лужайку перед домом и, к счастью, увидел соседа, который забирал свою почту Мне стало немного легче Я подбежал к нему, что было немного странно, потому что я никогда не говорил с ним до этого Я рассказал ему, что кто-то был в моем доме Он был очень добр и сказал мне идти за ним, чтобы взять телефон и позвонить моим родителям Я был так рад, что у него оказался их номер Моя мама сразу поверила мне Но мне пришлось долго объяснять отцу, что же произошло Мне было жаль портить их вечер, но они должны возвращаться Кто-то был в нашем доме Я был уверен Мы неловко сидели с соседом у него на крыльце, глядя на наш дом, дожидаясь родителей Вдруг в моей спальне загорелся свет Мы вскочили Сосед не мог в это поверить Когда родители вернулись домой, мама сразу прижала меня к себе А папа с соседом медленно вошли в дом Думаю, они оба были напуганы до ужаса Но никто из них не подал вида Все закончилось тем, что они никого не поймали Я был счастлив Я очень переживал, что папе могут навредить Папа считает, что они почти поймали того, кем бы он ни был Но упустили через заднюю дверь Она все время была открыта Это было настолько жутко, что я больше никогда не чувствовал себя в безопасности в этом доме Даже когда мои родители были со мной Я все еще сильно переживаю, когда думаю об этом дне Привет, я новичок здесь на форме Но у меня есть жуткая история, с которой я хочу поделиться Около 10 лет назад я работала доставщиком пиццы Мне только что исполнилось 18, и я считала это хорошей первой работой Чтобы вы могли лучше понять мою историю и опыт, просто держите в голове Я девушка и очень стройная Это был вечер субботы, около 11 часов И почему я считала, что доставлять пиццу по ночам была хорошей идеей для молодой хрупкой девушки Одна из моих доставок была в жилой многоквартирный комплекс в нескольких милях от главной улицы Я решила, что быстро управлюсь и даже смогу получить приличные чаевые Там мне всегда щедро платили Я подошла к номеру квартиры, указанному на квитанции, и постучала Дверь открыл мужчина Это был высокий красивый парень, с длинными каштановыми волосами, убранными в хвост Насколько я помню, на нем были синие джинсы и водолазка с длинным рукавом Мне показалось, что он был очень рад меня видеть Он поздоровался и попросил подождать секунду, закрыв передо мной дверь Наверное, он пошел за деньгами Но когда он снова открыл дверь, я увидела еще одного парня, который стоял рядом с дверью спальни Широко улыбаясь, он попросил меня войти внутрь и поставить пиццу на стол Я взглянула на его руки, но в них не было денег Мне сразу показалось это странным, и я насторожилась Я просто подожду здесь, пока вы не оплатите счет Но этот парень стал настаивать на том, чтобы я вошла и положила заказ на стол Я извинилась и сказала, что не сделаю этого Он ответил что-то вроде «Все хорошо, я принесу твои деньги, просто зайди и брось пиццу сюда» В ответ я объяснила, что мне некомфортно входить в чужие дома И что это в любом случае противоречит политике компании Тогда он перестал улыбаться и сказал «Просто зайди» Я сильно испугалась и сказал ему, что я не собираюсь в последний раз Он резко закрыл дверь, и она захлопнулась прямо перед моим лицом Это еще больше напугало меня Я поспешила к своей машине, заблокировала все двери и сорвалась с места Этим парням, очевидно, не нужна была пицца Я была очень напугана, и хотела бы сказать, что я тут же уволилась с этой работы Но нет, я не сделала этого Перед тем, как найти работу, я еще несколько раз доставляла пиццу в тот комплекс Слава Богу, я никогда не видела этих двоих, когда была там снова У вас когда-нибудь было ощущение, когда вам кажется, что идущий за вами человек преследует вас? Это случилось со мной и произошло не так давно Я шла домой мимо дома моей подруги Николь Она жила всего в семи кварталах от моей улицы Хотя мы жили в центральной части огромного города Мне следовало бы знать тогда, но я знаю теперь Я как-то почувствовала, что кто-то шел за мной Я чувствовала на себе чей-то взгляд Думаю, это что-то вроде инстинкта Я обернулась Это было именно то, что вы не хотите увидеть Высокий мужчина в темной одежде С накинутым капюшоном и спрятанными руками в карманы толстовки Я ускорила темп, следуя своему инстинкту Я услышала приближающиеся шаги, которых не слышала раньше Я оглянулась и поняла, что он стал идти намного быстрее И уже в нескольких метрах от меня У меня перехватило дыхание Я не могу совладать со страхом Наверное, мне стоит начать бежать Я уловила его отрывистые шаги и поняла, что он сам перешел на бег Я побежала со всех ног Спустя несколько секунд я обернулась и увидела, как он несется на меня Еще немного и у меня остановится сердце Я бежала все быстрее и быстрее И кажется, он не мог догнать меня Вдруг я заметила значок винного магазина Он был совсем близко Я поняла, как он замедлил шаги Когда я подбежала и заскочила вовнутрь Меня встретил очень обеспокоенный мужчина И спросил, что произошло Я рассказала ему обо всем О том, что мне очень жаль, но меня преследует незнакомый мужчина Он выглянул за дверь, но на улице было пусто Я сразу позвонила своему парню и попыталась объяснить, что случилось Он пришел в бешенство и попросил дождаться его Когда он приехал за мной, он сказал, что не нашел никого снаружи Значит, этот мужчина действительно преследовал меня Около года назад я ремонтировал дом в Мемфисе Меня наняла одна богатая пара Они были счастливы, ждали ребенка, когда я впервые встретил их Я не проработал там и недели, когда его жена начала рожать Я вернулся в их дом следующим утром после их отъезда в больницу Муж оставил мне ключи и сказал, что я могу брать из холодильника, что захочу Добавив, что их, вероятно, не будет дома пару дней В общем, я укладывал гипсокартон в их спальне, слушая музыку Я пытался занять себя хоть каким-то делом, как вдруг что-то услышал Что-то похожее на звук удара по барабану Я освободил руки и сделал музыку тише Никаких звуков Я решил выйти в длинный коридор, который ведет в спальню Я не из застенчивых, поэтому сразу выкрикнул «Привет!» Последовал звук захлопнувшейся двери Я смотрел вглубь коридора, как вдруг мне показалось, что в ванной открылась дверь Я снова поздоровался и опять ничего не услышал в ответ Я вернулся к работе уже через несколько минут, держал лист гипсокартона, собираясь его просверлить Тогда краем глаза я заметил, что здесь кто-то есть Я быстро повернулся, но оно исчезло Я услышал, как кто-то идет по коридору и уронил из рук гипсокартоновый лист Я снова сказал «Привет!» Я начал тяжело дышать, потому что боковым зрением я четко видел стоящего человека Я был в этом уверен Я медленно вышел в коридор и посмотрел вниз Никого не было видно и слышно Посмотрев на часы, я сказал себе, что с меня достаточно на сегодня Я лишь поставил мою дрель на зарядку, вставив в нее аккумулятор И после схватил ключи из комода и вышел на улицу Я вернулся следующим утром Прежде чем приступить к работе, я прошелся по коридору и проверил все комнаты Никого, кроме меня, не было Позже, когда пара с ребенком вернулись, я спросил у них, кто бы это мог быть Мне ответили, что они не знают, ведь никто не живет там, кроме них Я уверен, что видел кого-то в этом доме Я видел это своими глазами Мы с женой решили отпраздновать пять лет брака И остановились в одном хорошем отеле в Санта-Круз с названием «Мечта» Стоял сентябрь и на улице не было слишком жарко или холодно Погода была идеальной В одной из ночей, вернувшись с ужина в номер, моя жена пошла в душ А я сидел на балконе с видом на океан Я попивал пиво и упивался с всей красотой пейзажа Вид и правда был впечатляющий Пристань уходила глубоко в океан Пока я сидел так, к балкону бесшумно приплелся какой-то тип и обратился ко мне «У вас очень привлекательная жена, сэр, не сводите с нее своих глаз» Я не нашел, что ответить этому придурку Он ушел и вскоре я забыл об этом На следующий день мы прогуливались по пристани И нам приглянулся один из ресторанчиков Мы проголодались, поэтому без раздумий зашли и сели за столик Я не сразу заметил того жутковатого официанта Он не сводил с нас своих маленьких глаз Я впал в ступор, когда осознал, что это тот парень, который подходил к нашему балкону той ночью Он улыбнулся, и я понял, что его дикая улыбка была предназначена мне Это просто взбесило меня и, откровенно говоря, напугало Я рассказал обо всем жене Она согласилась, что нам следует пообедать в другом месте Мы пробыли там еще один день, но я не видел этого типа снова Случайно ли он оказался на пристани или выслеживал нас, я не знаю ответа Привет всем! Я хочу с вами кое-чем поделиться Думаю, эта история заслуживает быть здесь Я работаю в компании по борьбе с насекомыми Не стал называть в какой именно, но она одна из самых крупных на американском рынке Я термитник, а это значит, что мне часто приходится пачкать руки Я залезаю под дома и распыляю отраву Уничтожаю термитов на деревянных балках, которые служат опорой дома Высверливаю отверстия в бетоне и иногда рою ямы по периметру дома Не думаю, что в моей работе есть место каким-то страшным или мистическим вещам Но однажды, около шести месяцев назад, я пережил сюрприз, который запомню на всю жизнь Я работал в одном старом запущенном доме на холмах На удивление, хозяйка этого богом забытого места была очень приятной Она была в пожилом возрасте и хотела только, чтобы ее дом спасли, пока термиты буквально не поглотили его Все шло как обычно, я уже забрался под дом, спасая балки Пробираясь сквозь них, я почувствовал мерзкий запах Эта вонь была ни на что не похожа С очень резким запахом, но не настолько, чтобы меня тошнило Так что я решил продолжить осмотр Ох, поверьте мне, какая вонь там стояла Я медленно передвигался, распыляя вещества, изо всех сил пытался не дышать Как вдруг я увидел источник вони Это был почти разложившийся труп с остатками плоти Честно говоря, все было как в худшем кошмаре Я не мог поверить, что это на самом деле Такое встречается еще реже, чем выигрыш в лотерею Очевидно, что я наткнулся на спрятанное тело Я начал опасаться, не та милая женщина, на которую я работаю, могла совершить преступление Судя по всему, убитым был взрослый человек Но я не мог разобрать, был ли это мужчина или женщина Я позвонил своему начальнику прямо из-под дома Он сказал мне тут же выбираться и рассказать все владельцу Я прикинулся настоящим детективом, сказав, что мне нельзя признаваться ей Компании следует сейчас же вызвать полицию Он сказал мне и настоял, чтобы я признался ей прямо сейчас Так я и поступил Она была в шоке и все спрашивала меня, был ли я уверен Я ответил ей, что я, черт побери, уверен, что только что нашел Разлагающийся зловонный труп под ее домом Тогда она вызвала полицию Нужно ли говорить, что в тот день я не закончил работу Я покинул это место, так и не узнав, ее ли это рук дело или нет И какого черта там вообще произошло? Я пытался найти хоть что-то в сети, но не смог Иногда меня охватывает желание вернуться туда, чтобы посмотреть на месте ли ее внедорожник В конце концов, меня теперь сложно напугать Когда я впервые увидел тот труп, клянусь, казалось, будто скелет смотрел прямо на меня Я работаю в пиццерии в Чикаго и, к сожалению, занимаю паршивую должность доставщика пиццы Как правило, я работаю в выходные и, как правило, ночью Я просил начальницу дать мне дневные смены, но, похоже, она попросту игнорирует мои просьбы И дает мне любые, кроме тех, которые мне нужны Я знаю, что быть доставщиком довольно опасно Но я никогда бы не подумал, что то, что случилось со мной несколько месяцев назад, могло бы произойти Есть один клиент Когда я только начал работать там, его звонки приводили меня в ужас Иногда он просто вешает трубку Иногда он вполне адекватно заказывает пиццу, но затем издает безумные звуки и в конце кладет трубку Мы были уверены, что это какой-то пранкер Я никогда не забуду один из его заказов Я хочу заказать большую пиццу с ананасовой горчицей и твоей кожей Мы знаем, когда он звонит, потому что номер забит в нашей системе В общем, он позвонил снова несколько месяцев назад и заказал пиццу, как обычный человек Никакой чуши, никаких странных комментариев или звуков Он даже указал нам свой адрес для доставки Я подумал, что было бы интересно наконец-то доставить пиццу этому парню Я уже подъезжал к его дому Место выглядело срисованным с типичного фильма ужасов Чертовски старое, запущенное место и безжизненная часть города Откуда никогда не приходит заказов Дом выглядел так, как будто ему сто лет и стоял без всякого света в окнах Мне не было страшно или что-то еще в этом духе Наоборот, мне с нетерпением хотелось увидеть его вблизи, я подошел к входной двери Дверной звонок не работал, поэтому я постучал Пока я стоял там на крыльце, я понял, что забыл газировку парня Наверное, им не попадет от него Никто так и не ответил Я снова постучал в эту большую дверь В этот раз он открыл ее Его рот закрывала какая-то странная маска Только вокруг рта Его глаза были широко открыты Я назвал ему стоимость доставки и извинился за забытый напиток Он посмотрел под ноги какое-то время, а потом сказал, что все в порядке Затем он уставился на меня Мы стояли и молча смотрели друг на друга секунд пять Мне надоело, я снова сказал ему сумму Он ответил хорошо А затем спросил меня На тебя кто-нибудь нападал раньше? Я ответил, что нет, а если и нападут, то сразу об этом пожалеют Когда я договорил, он снял маску Я увидел глубокие безобразные шрамы вдоль и поперек его рта Не представляю, откуда они у него Но выглядел он серьезно обезображенным Он улыбнулся мне своими кривыми губами Я понял, что он не собирается давать деньги И сказал, что ухожу Развернувшись, я начал спускаться по ступенькам Как вдруг он закричал А затем резко захлопнул дверь Этот ублюдок был сумасшедшим Я не рассчитывал, что он окажется адекватным Но этот крик напоследок сильно меня испугал Он звонил несколько раз с тех пор Но каждый раз мы отказываем ему в доставке Он начинал кричать, нести брани, несвязанную чушь Каждому, кто бы не взял трубку Я хочу поделиться пугающей историей Которая произошла со мной в 10 лет Это случилось в моем собственном доме Я проснулся, чтобы попить воды Как обычно, я вышел из своей спальни и спустился по лестнице Наш дом был двухэтажным Но если посчитать количество ступенек По которым мне приходилось спускаться И забираться каждый день То в нашем доме было все три этажа Я привык просыпаться где-то около двух ночи И спускался вниз, чтобы набрать воды Пока я стоял на кухне и пил Я любил разглядывать наш задний двор через окно Каждый раз я представлял себе Как было бы страшно увидеть кого-то там ночью В эту ночь я и правда увидел Я видел фигуру, стоящую у забора там, в глубине двора Я не понимал, что она делает и видит ли меня Я разобрал лишь, что это кто-то, одетый во все черное Я стоял так повергнутый в ужас, пока фигура не начала двигаться И вот она начинала неспешно идти через мой двор Я не могу передать словами, как страшно мне было Стоять и смотреть, как незнакомец Медленно направляется к нашему крыльцу Чтобы добраться до задней двери Я пригнулся и побежал вверх по лестнице Так быстро, как мог Я попытался открыть дверь папиной спальни Но она была заперта Я стучал и стучал Казалось, прошла целая вечность Прежде чем мой отец произнес Да? Я пытался шептать, но в то же время достаточно громко, чтобы он мог разобрать У нас во дворе кто-то есть Он ничего не ответил Затем я повторил немного громче Наконец он открыл мне дверь Я тут же заплакал Я рассказал обо всем, что видел через кухонное окно Он велел мне запереться и сидеть тихо Я слышал, как папа спускается по лестнице Выждал пару минут и не мог справиться с волнением Я оставил комнату и начал медленно спускаться по лестнице Почти подойдя к кухне, на меня нечаянно налетел отец Он сказал мне, что в доме никого нет Я повторял, что точно видел кого-то, идущего к задней двери Тогда мы вернулись на кухню и оба взглянули в окно Но не увидели ничего Никого После того, как папа спросил еще бесчисленное количество раз Был ли я уверен в увиденном Он вызвал полицию Они довольно быстро приехали и обыскали наш задний двор И передний двор Они обыскали все, но так и не нашли никаких следов Через какое-то время мы попытались уснуть Ничего необычного с нами не происходило с тех пор Я так и не узнал причины, по которой этот человек не пробрался в дом Я так и не забыл его, приближающегося к дому И до сих пор не могу смотреть в окна по ночам В одной из ночей, когда я был подростком, я остался один дома И все было бы хорошо, если бы я не проснулся посреди ночи, чтобы выпить воды Я вышел из комнаты и уже спускался по лестнице Спустившись почти до нижнего пролета, передо мной возникла фигура Кто-то сидел в нашем старом кресле в гостиной Я стоял так несколько секунд в полном шоке и ужасе Человек в кресле начал двигаться и вставать Я попятился назад и побежал вверх по лестнице В слезах я вбежал в свою комнату, захлопнул и запер дверь Я сидел в кровати в полной темноте и следил за дверью Через 10 секунд после того, как я закрыл ее, у моей комнаты появился отец Озадаченный он спросил, почему я хлопаю дверьми и что вообще происходит Я отпер дверь и между своих рыданий ответил, что видел кого-то внизу Я спросил, не он ли это был? И он ответил нет Сказал, что только что пришел из соседней спальни на шум В доме жили только мы с папой Он проверил каждый угол, но не нашел ничего, кроме старой потертой визитки одного из городских отелей Она застряла между подушками того кресла Он попробовал дозвониться по номеру визитки, но, насколько мне известно, ничего не вышло Эта ночь была самой страшной в моей жизни Это случилось в пятницу Я был еще школьником и только что пришел домой после уроков Я вошел в дом, но моих родителей еще не было Я почти всегда приходил раньше их Обычно они заканчивали работу в пять в то время, когда я уже пару часов находился дома Я сидел в своей комнате на краю кровати и смотрел сериал Дверь в комнату была распахнута Боковым зрением я увидел, как кто-то проскользнул мимо и напугал меня до смерти В доме был только я Я знал, что кто бы это ни был, он не должен быть здесь На секунду я подумал, что следует выпрыгнуть из окна своей комнаты Я был так напуган, что почитал это лучшей идеей Я открыл окно и вылез К счастью, моя комната была только на первом этаже Я быстро спрыгнул на землю и оглянулся в ужасе от того, что мог увидеть кого-нибудь Стоящего в окне или как кто-то прыгает следом за мной Я почувствовал облегчение Там никого не было Я побежал к воротам Проклятый замок был таким старым и ржавым Я сильно шумел, пытаясь открыть эту чертову дверь В конце концов, я открыл ее, наделав кучу шума И, выйдя на тротуар, побежал вперед Я перестал бежать, только когда осознал, что мой телефон Остался в кармане джинсов, которые я сменил, как только пришел домой Выхода не было Я не придумал ничего лучше, как вернуться обратно Тогда я подкрался к дому, пригнулся и попытался разглядеть, есть ли там кто-то через переднее окно Конечно, я там никого не увидел Я подобрался к передней двери и попытался очень-очень тихо открыть ее Медленно и со скрипом дверь начала открываться Она захлопнулась, когда я уже заскочил внутрь и затаился, спрятавшись за дверцей шкафа Тогда я услышал, как кто-то сказал «Убирайся!» Я бежал со всех ног Я позвонил своему отцу уже из магазина рядом с домом Он приехал, чтобы забрать меня, и я умолял его вызвать полицию Но он не был напуган и направился прямо в дом, когда мы вернулись вместе Он заверил меня, что не увидел ничего подозрительного Я зашел в дом только тогда, когда он был совершенно уверен, что внутри никого нет Я проснулся ранним утром от невыносимого холода Окна в моей комнате были настежь распахнуты Я сел на кровать, дрожа до самых костей На улице стояла зима, и я никогда в жизни не оставил бы окна открытыми Я рассказал отцу, но, конечно, он не поверил мне Однако мама была немного напугана, потому как видела, насколько серьезен я был Тот, кто проскользнул мимо моей спальни, все еще был здесь Он был в моей комнате, пока я спал Мне было 24, когда я испытал что-то настолько странное и настолько ужасное Что просто обязан поделиться этим с миром Все, что я расскажу, правда Самое страшное и необъяснимое в моей жизни В то время я путешествовал и собирался навестить моего лучшего друга Который поступил в колледж и переехал от меня через несколько штатов Кажется, я ехал в Огайо, если я правильно помню Я был на длинном шоссе, которое тянулось через весь штат Как вдруг моя машина сломалась Я съехал на обочину, где в конце концов я остановился У меня просто не мог закончиться бензин Я заправил полный бак во время своей последней остановки Я попытался завестить и был очень счастлив, когда услышал звук двигателя Я был озадачен, с чего бы и черт возьми глохнуть Уже начав собирать скорость, возвращаясь на трассу Машина принялась издавать странные звуки, похожие на рычание или вроде того Подняв голову, я увидел табличку, которая информировала о наличии заправки и кафе на съезде Машина завелась и держала скорость Но этот рычащий звук... Я решил съехать с шоссе и взглянуть под капот на заправке Подъезжая, я смог увидеть только две вещи Бензоколонку всего с одним шлангом и старинную закусочную недалеко от нее Я остановился у заправки, которая выглядела закрытой Я взглянул на часы, было около четырех Какая заправка закрывается в такое время? Я вышел из машины и подошел к стеклянной двери Я поднес руку к глазам, чтобы разглядеть хоть что-то Внутри все выглядело запущенным Было ясно, что там никого не было И обернувшись, я гляделся вокруг Я понял, что вокруг меня не было других людей или машин И мне стало не по себе Что здесь творится? Где это я? Я достал телефон, и, конечно, там не было сети Я прокинул голову Холодный ветер ярост нагнал облака по небу Я решил вернуться в машину и подъехать к закусочной Хотя был уверен, что там тоже закрыто Выйдя из машины, я уже собирался ступить на крыльцо Как по волшебству в дверях появилась пожилая женщина Встретив меня с улыбкой, она открыла мне дверь в закусочную Она хорошо выглядела, и я был так рад встретить здесь живого человека Возможно, мне даже удастся перекусить здесь Она поздоровалась и спросила, буду ли я обедать один или бла-бла-бла Я ответил ей, что буду только я, и та кабинка подходит мне Должен ли я объяснять, что закусочная выглядела старомодно, а внутри не было других клиентов В конце концов, женщина проводила меня за столик, и я забрался в свою кабинку Я кинул ее взглядом На ней был старый фартук с засохшими пятнами, а ее зубы были желтыми и треснутыми Но у нее был приятный голос, и она показалась мне доброжелательной женщиной Она передала мне меню и спросила, хочу ли я что-нибудь выпить Я ответил, что было бы здорово выпить колу или пепси Она улыбнулась, сказав, что сейчас вернется Я сидел там, разглядывая это меню, на нем была грязь, застойные пятна Оно выглядело нетронутым в течение многих лет Я протер его, стряхнув с него пыль Меню было очень простым Гамбургер, куриный сэндвич, картофель фри, салат Достаточный выбор для меня Я решил заказать гамбургер с картошкой Прошло несколько минут, но она все еще не вернулась с моим напитком Мне не терпелось узнать, у нее есть ли поблизости механик, который сможет осмотреть мою машину Прошло еще несколько минут, и я начал думать Что, черт возьми, там происходит? Я привлек внимание голосом настолько вежливо, насколько вообще мог Но ответа не было Меня начало раздражать ожидание, и я встал Я подошел к двери, ведущей на кухню, и собирался громко спросить, где моя кола Но, к моему удивлению, кухня закусочная была пуста Там не было повара Не было даже плит Ничего не было Как и женщины, ее нигде не было видно Мне стало ясно, что это закусочная, заброшенная уже много лет Я почувствовал тошноту Я собирался уйти, как вдруг услышал женский смех Самый безжизненный и в то же время зловещий, который я когда-либо слышал Я почувствовал, как цепенею от ужаса Но я сумел найти дверь и выбежать наружу Я добрался до машины и сел внутрь Мне повезло, машина завелась, и я рванул с места Уезжая, я смотрел в зеркало заднего вида В нем была женщина, стоящая посреди дороги Я провел ночь у своей девушки и был вынужден уезжать на работу ранним утром Настолько ранним, что когда я уже уезжал от нее, на улице было совсем темно И до рассвета оставалось еще пару часов Она жила в провинциальном городке около 60 миль от моего дома и моей работы И когда я сел за руль и тронулся с места Там не было привычных мне уличных огней, освещающих мой путь вдоль дороги Единственным светом были светящие фары моей машины Спустя около 10 миль езды, моя машина начала терять скорость и в конце концов остановилась Я сразу проверил уровень бензина в машине Бак был почти полон Я совсем не разбираюсь в машинах, поэтому сразу достал телефон из куртки и разблокировал экран Он не реагировал Я понял, что мой телефон разрядился и вспомнил, что забыл поставить его на зарядку перед тем, как уснуть В общем, вот где я был Застрял в собственной машине посреди сельской дороги, где-то в полной глуши И принялся перебирать варианты в своей голове Я мог бы пойти пешком? Нет, плохая идея Здесь чертовски темно, и я не смогу ничего увидеть во время ходьбы К тому же меня легко могут сбить Единственное, что мне оставалось, сидеть в машине и ждать рассвета Хотя мне и непросто было на это решиться К тому же это произошло зимой, я начинал замерзать Я все пытался и пытался завести машину, но безрезультатно Сдавшись, я скрестил руки на груди Я сидел в машине без света, в полной темноте Около десяти минут, просто глядя в черноту перед собой Прежде чем я прищурился и заметил, что кто-то идет к моей машине Они были уже в тридцати метрах от меня Единственное, что я мог видеть, это очертания их тел Они замерли сразу после того, как я их заметил Во мне леденела кровь и оцепенев, я просто пялился в их очертания Внезапно они снова пошли, но на этот раз намного быстрее Уже через несколько секунд они подобрались к машине и начали дергать ручку Неужели они думали, что машина была пуста? О боже! Или они знали, что я внутри? Я откинулся от окна и сполз на сиденье Не сумев открыть заблокированную мной дверь, они постояли там какое-то время Затем неожиданно повернулись и пошли туда, откуда пришли Я был в замешательстве и испугался еще сильнее Зачем они пошли туда? Откуда они вообще взялись? Вжавшись в сиденье, я размышлял о том, что только что произошло Внезапно я увидел свет автомобильных фар Машина остановилась на моей полосе, но стояла напротив Наверное, кто-то остановился, увидев мою машину Что они будут делать дальше? Почему я не заметил их там? Через несколько секунд в машине завелся двигатель И она, развернувшись, уехала дальше по дороге Спустя несколько часов солнце встало И какой-то грузовик остановился рядом со мной Спросив, не нужна ли мне помощь Я спросил, могу ли я воспользоваться его телефоном И позвонил своей девушке, которая вскоре приехала В колледже я встретил девушку, с которой мы съехались позже Мы сразу влюбились друг в друга и приняли решение жить вместе Мы въехали в бывший дом братства, который они оставили по причинам Которые мне тогда еще не были известны Это были классные апартаменты с бильярдными столами и огромными душевыми Как-то ночью мы перебрали, и она отвела меня в пустую комнату В ней было две двухъярусных кровати, а над одной из них была потайная дверь Она вела к комнате наверху, комнате с ужасной историей Она начинается с одной из очередных ночных вечеринок братства, суровой зимой Здесь в разгар вечеринки несколько парней изнасиловали девушку Они просто оставили ее там в мороз, и она насмерть замерзла Один из мальчишек не смог справиться с чувством вины Он поднялся в комнату, где они терзали ее, и нарисовал ее портрет на стене Закончив портрет, он повесился на стропилах Клянусь, когда мы были там, глаза на картине словно следили за нами А на протяжении еще нескольких ночей до нас доносился девичий плач Я больше никогда не поднимался в ту комнату Это случилось уже очень давно Тогда я подрабатывала няней, и мне было примерно тринадцать Я жила на ферме, и мне приходилось присматривать за детьми большинства соседских домов А их было около двадцати Была среда, и я нянчила тех троих Их мама брала уроки латины в местном баре каждую среду И я знала, что можно не ждать ее возвращения рано Той ночью старшая из троих детей вела себя особенно непослушно Я изо всех сил пыталась отправить ее в постель и выбилась из сил Уложив детей около полуночи, я попыталась заняться уроками Но решила вздремнуть, пока мама не вернется Через несколько минут меня разбудил шум Кто-то громко стучит в дверь и пытается ее открыть Я увидела соседку с двумя маленькими детьми На улице была зима, и температура снаружи была около минус двадцати одного градуса А сугробы точно достигали метра в высоту Дети стояли там в одних пижамах и в расстегнутых куртках На ней самой были лишь джинсы, шерстяная рубашка и зимние ботинки Пока я с трудом пыталась открыть дверь, я увидела ее глаза полные ужаса Я запаниковала и заставила ее пройти весь дом до задней двери Войдя в дом, она сказала мне отвезти всех детей вниз, выключить свет и никому не открывать дверь Ее дети не унимались «Кого папа хочет убить? Кого папа хочет убить?» Она молчала какое-то время, затем сказав, что ничего такого не произойдет, вышла из дома Разбудив всех детей, я привела их в игровую комнату, в наш подвал и попросила их играть потише Старшая, та, что толком даже не успела заснуть, все спрашивала у меня, что происходит Я продолжала отвечать ей, что это был просто особенный случай, когда можно прийти и поиграть с ее соседскими друзьями так поздно Я успокоила двух других детей, сказав им, что никто не умрет, но в своей голове мне казалось, мое время пришло Я уже представляла себя застреленной в попытке защитить этих детей Я пыталась понять, как остаться в живых, или, по крайней мере, как сохранить жизнь этим детям Я не пыталась героиничать, но убеждала себя, если дойдет до этого, я должна буду сделать все, чтобы защитить их Я набрала службу спасения Из глаз полились слезы, и меня начало так сильно трясти, что я не знала, что делать Там был автоответчик, спрашивающий, хочу ли я вызвать полицию, скорую помощь или пожарных Я скинула и позвонила маме Я быстро рассказала ей, что происходит, и мама сама позвонила в полицию, сказав мне, что сейчас же приедет Когда она подъезжала к дому, муж этой соседки шел по улице с огромным топором Мама вбежала внутрь Подойдя к нашему дому, он дергал дверную ручку и кричал, чтобы она сейчас же вышла из дома Он думал, что моя мама – его жена После этого мама объяснила ему, кто она и что она приехала, потому что ей позвонила до ужаса напуганная тринадцатилетка Он кричал, чтобы мы выдали ему его жену, но мы даже не знали, где она Он пытался спорить с моей мамой, но она была так спокойна, что это успокоило его Я до сих пор восхищаюсь сей После пятнадцатиминутного спора она смогла уговорить, чтобы он вернулся домой Уже через несколько секунд его жена постучала в заднюю дверь и вошла Она плакала и извинялась перед моей мамой за всю эту ситуацию Она думала, что оставляет детей не только со мной, но и со взрослыми Мама попросила меня проверить детей, пока она заботилась о жене Через несколько минут прибыли две полицейские машины Они вошли и начали опрашивать жену, задавая тонну вопросов А потом меня А потом мою маму К тому времени вернулась соседка за детьми, которую я действительно должна была присмотреть в тот вечер Они также опросили и ее Полицейские спросили меня и мою маму, готовы ли мы обратиться в суд, если женщина предъявит обвинение своему мужу Удивительно, но она так никогда и не сделала этого Выяснилось, что она только что призналась своему мужу пожарному Что переспала со своим начальником ради повышения из-за финансовых проблем Узнав это, муж сразу схватился за топор, сказав, что собирается убить ублюдка Она попыталась остановить его, вот почему она привела детей и ушла Я стал избегать его после всего этого И всякий раз, видя его детей, я всматривалась, нет ли у них следов насилия Они переехали через полгода, а спустя еще два года и мы Я учился в школе, которая была построена, наверное, две или три сотни лет назад Мы с друзьями обнаружили какие-то люки в полу примерно в шести метрах от туалета Для контекста основание школы было в форме прямоугольника И в каждом углу здания, спустившись по лестнице, вы могли обнаружить туалет Очевидно, нам не терпелось проверить эти люки Так что мы ускользнули прямо во время урока и сделали это Мы спустились в люк Там был как бы коридор под коридором Он был чуть выше метра высотой Так что нам пришлось пригнуться, чтобы идти по нему Коридор соединял все туалеты А вдоль стен находились вентиляционные отверстия, которые были на уровне плинтуса школьных классов Так мы могли наблюдать за идущими уроками Что, согласитесь, было довольно круто Еще там была целая куча труб, электрических проводов и прочего неинтересного хлама Который вы можете ожидать от таких мест За исключением одного угла В нем был запертый изнутри люк Здесь, казалось, все трубы ушли в стену И оставили за собой голую и уже не кирпичную, а бетонную стену Что было странно В нижней части стены был небольшой проем И чтобы попасть туда, пришлось бы ползти Ползти там казалось мне большим испытанием Тем более я был немного крупнее своих одноклассников А вместо фонариков у нас были только мобильные Пробравшись, мы ощутили, что там было намного холоднее, чем в коридоре Здесь было гораздо больше места Настолько, что нам удалось встать на ноги А наши телефоны не смогли осветить другую сторону комнаты Мы пытались светить ими, но это было практически бесполезно Там очень плохо пахло Вдруг я заметил что-то похожее на разложившегося кота Похоже, от него остались только кости и шерсть В стене, которая была к нам ближе всего И забегая вперед, была просто кошмарной Находилась арка прямо над этим котом На ней были выведены буквы красным цветом Думаю, это была кровь Это случилось несколько лет назад И я смутно помню написанное Что-то вроде «Если вас поймают здесь, вас вышвырнуты школы» Но Люцифер поступит намного хуже На стене было несколько царапин И какие-то символы, которые казались нам буквами Но мы не смогли их разобрать Честно говоря, мы наложили в штаны И сразу удрали оттуда Наша школа была довольно престижной И исключение из нее казалось нам, пожалуй, самой страшной вещью на свете В любом случае, мы не рискнули вернуться в ту комнату снова Я работал в больнице с сотрудником скорой помощи Наша станция располагалась на цокольном этаже Вместе с прачечной рядом Там же находился склад с медицинскими принадлежностями Я возненавидел эту работу после инцидента Который собираюсь вам рассказать В ту ночь я находился один на этаже Как вдруг услышал свист в конце коридора у лифта Я высунул голову из-за угла Ожидая увидеть своего напарника Который дежурил со мной в ту ночь Не заметив там никого, я сразу выбросил это из головы И в целом нужно постараться, чтобы меня напугать В общем, я вернулся обратно к своим делам Следующее, что я помню Громкий хлопок Я вышел в коридор и увидел, как по нему катилась кушетка Натыкаясь из стены Это было уже чересчур И я решил, что мой дебильный напарник решил меня разыграть Так что я вызвал его по рации и спросил, где он Он, как ни в чем не бывало Ответил мне, что сидит в кафетерии на верхнем этаже здания Хм... Я все еще не верил ему Конечно, он продолжил играть свою шутку И я был твердо намерен поймать его на горячем Через несколько минут я шел в сторону прачешной И в тот момент, когда я проходил мимо нее Услышал, как запустились машинки Оглянувшись по сторонам, я не смог заметить его Должен признать, я начал немного нервничать Тогда я вошел в прачешную И в тот самый момент, когда я ступил туда Все машины одновременно перестали работать Я замер И мне уже было не до шуток Придя в себя, я побежал к лифту и снова услышал свист На тот момент я уже понял, что нахожусь там один Пока я стоял там в ожидании лифта С полок в коридоре резко начали падать вещи Коробки с перчатками, салфетки, пакеты с трубками Я стоял и видел своими глазами, как все это падает Один за другим в противоположном конце коридора Думаю, вы понимаете, каково мне было тогда Горлу подступила тошнота, а сердце забилось так, что заглушало все вокруг У меня было стойкое чувство, что за мной наблюдают Я знаю, я был не один Входя в лифт, я ощутил, как кто-то поглаживал мою руку Я поднялся наверх и увидел своего напарника в кафетерии Я побежал к нему так быстро, насколько мог Что самое жуткое, я осознал это позже Во время моей работы там я частенько бездумно насвистывал себе под нос У меня появилось стойкое чувство, что кто бы это ни был, он просто копировал мой свист Самое кошмарное чувство в жизни Моя семья владела и управляла агентством жилой недвижимости Владельцем и начальником был мой дедушка, а моя мама занималась арендой и клиентами Я подросток и подрабатываю там по выходным Мне нравилось, что в нашей работе приходилось сталкиваться с людьми разных национальностей Мы оказывали свои услуги даже одной цивилизованной общине, Маори Многие из них были очень религиозными В собственности нашей фермы был один из домов, в котором жила такая семья У них было двое сыновей, один из них играл в футбол с моим младшим братом, а другой является виновником моего рассказа На вид ему было около 11 лет И по словам его семьи он начал странно себя вести У него появились вспышки гнева и во время них он выкрикивал ужасные, ужасные вещи По-видимому, он окончательно перестал быть с собой и его семья позвонила своему баптистскому священнику, спросив, что с ним делать А было ли что-нибудь, что они могли сделать? Священник ответил им, что будет свободен в один из вечеров на неделе и принесет вещи, необходимые для ритуала Священник сказал, что проведет для них ритуал экзорцизма Только хороший духовный лидер, праведные родители и крещение могут изгнать дьявола из этого бедного мальчика В назначенный вечер священник уже начал готовиться к ритуалу Установил глубокую ванну, которую все принялись наполнять святой водой Выбрал несколько отрывков из Библии, которые помогут с изгнанием Он велел собрать всю семью, чтобы поддержать и молиться за мальчика Семьи островитян, как правило, очень большие В доме собрали всех Тети, дяди, двоюродные братья, дедушки и бабушки Все были там, готовые помочь этому ребенку Родителям оставалось только вывести мальчика, чтобы священник смог начать ритуал Но тот ребенок был полной катастрофой Он вырывался и сносил все на своем пути, как тасманский дьявол из того мультика Его отцу пришлось забросить мальчика к себе на плечи и привезти его туда силой Его отец был огромным, поэтому у ребенка не было шансов выбраться Священник попросил собравшихся возложить руки на ребенка, молясь за него Отец держал сына в центре, пока все пытались дотянуться до мальчика Он дредил, скверно словил и говорил дикие вещи То, что я услышал, начало убеждать меня в его одержимости После того, как священник сказал все, что должен говорить священник в таких случаях Пришло время окунуть мальчика в ванну Это должно было помочь изгнать дьявола Они были уверены, что он одержим Отец его дяди или кем бы он ни был попытались усадить его в ванну А семья стояла вокруг, молясь и переживая всем сердцем Но мальчика было не удержать На секунду его удалось опустить в воду, но он сразу же выбивался из рук Он устроил настоящий бой под водой И еще несколько членов семьи пришли к ним на помощь В конце концов, им удалось сделать это Они держали его и держали и держали Они не хотели этого, но утопили его Это был 11-летний мальчишка на пороге полового созревания Это случилось со мной в августе 2013 года В горах Южного Орегона Я летчик военных сил безопасности ВВС США Другими словами, военный полицейский В тот день стояла изнуряющая жара Надвигалась гроза, и в городе было буквально нечем дышать Моя девушка была на работе, и мы с моим другом Ником Решили отправиться в лес к горам, подальше от душного города Южный Орегон весь изрезан лесными дорогами Некоторые из них заметно наезженные А многие полностью заросшие и забытые Мы с Ником частенько ездили по дорогам, которые мы знали В поисках дорог, которые нам были неизвестны Мы проводили так много часов, пока, наконец, не возвращались на шоссе В тот день, когда над горами висели грозовые тучи Мы уже ехали через лес по неизвестному нам пути, двигаясь в сторону гор Спустя уже около часа езды мы перестали видеть и слышать любые признаки жизни Мы обогнули еловый лес и оказались на лугу в окружении густой рощи Луг был идеально ровным и пугающе тихим Мы оба почти сразу ощутили эту безжизненность Никаких птиц, ни единого звука насекомых, никаких белок и, конечно, никаких людей На противоположной стороне луга, прямо на краю лесной полосы, стоял стол для пикника Очень странный стол, он выкрашен в ярко-оранжевый цвет и был намного больше обычного столика для пикника Заметив его, Ник проехал по лугу, чтобы рассмотреть стол поближе Вся ситуация была исключительно странной Мы ощутили тревожную общую тишину рощи и не смогли увидеть хоть что-нибудь за ее пределами Потому что ее деревья стояли слишком близко друг к другу Подъехав к столу, я пересел на пассажирское сидение, чтобы рассмотреть его Я не очень высокого роста, но все же этот стол казался мне смехотворно большим и практически непригодным для использования Сидения были почти на уровне моей груди То есть мне пришлось бы с трудом забираться туда, чтобы просто присесть Пока я разглядывал стол, Ник окликнул меня, и я заметил, что он вглядывается вглубь деревьев Сначала я не понял, на что он уставился, но затем я заметил цветное пятно, которое вы не ожидаете увидеть в диком лесу Там в деревьях была установлена маленькая одиночная палатка, где-то в 15 метрах от этого странного стола Я почувствовал, что в этой палатке кто-то есть, и по моей спине пробежал холодок Если мы заметили эту палатку, то ее хозяева могли нас видеть В этой глуши не было кемпингов, людей и магистральных дорог Скорее всего, тот, кто находится там, будет, ну, по крайней мере, странным Мы стояли так и следили за ней, но так и не увидели никакого движения Никаких звуков, исходящих оттуда, тоже не было слышно Ник решил, что нам следует подать голос Я не хотел, но согласился Эй, там есть кто-нибудь? Ответа не было Честно, мы были на грани и были готовы уехать из этого места Но нас не покидали дурацкие мысли Что, если в этой палатке было тело? Что, если кто-то был похищен? Глупо, я знаю, мы тоже так думали В конце концов, мы решили, что развернемся и уедем, если что-то пойдет не так Если хоть что-то пойдет не так, Ник будет ждать меня за рулем Мое сердце начало колотиться Я медленно пробирался через деревья к палатке Я был в ужасе и готовился к самому худшему Подкравшись к палатке, несколько вещей показались мне странными Разбросанные повсюду рюкзаки Ни следов костра, ни дров Палатка Ох, палатка Она была буквально забита рюкзаками и женской одеждой Я хотел скорее вернуться к машине и уже собирался уйти Как вдруг Ник начал кричать Едем скорее! Едем отсюда! Не понимая, в чем дело, я рванул к машине Выбежав на дорогу, я увидел битый старый форт, блокирующий нам выезд Я набегу запрыгнул в машину и Ник вжал педаль газа В том форде было двое мужчин и кто-то третий сидел на заднем сидении Нам почти удалось пересечь лук, когда водитель форда попытался подрезать нас Но Нику удалось вернуться от них и мы ускорились Я оглянулся, увидев, как они пытались развернуться на узкой дороге Ник ехал как сумасшедший Я был напуган ни меньше него и не сводил глаз с зеркал, боясь их увидеть Мы выехали на шоссе и, кажется, оторвались Я так и не узнал, кто был на заднем сидении, мужчина или женщина Я позвонил в полицию, и они пообещали отправить туда кого-нибудь Мне позвонили на следующий день, сказав, что не обнаружили там палатки или женской одежды Но кто-то явно пытался замести там следы Добавив, что нелепый стол все еще стоял у той рощи Я больше не был в том месте и не собираюсь делать это снова Субтитры создавал DimaTorzok